МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Штука очень страшная и кровавая. И чем лучше мы это осознаем, тем ценнее подвиг, совершенный нашими предками. Даже на уровне съемок этого проекта мы не предполагали, каким жестким получится результат. Люди, которых вы сейчас увидите на экранах, мертвы. Каждый из них в тот или иной год были героями наших репортажей, посвященных Дню Победы. Мы приходили к ним в гости, встречали их на парадах. Они очень готовились к этим встречам. Волновались, надевали парадные костюмы, чистили медали, говорили. А мы боялись их перебить, зная, как бесценны живые свидетельства о той большой войне. Каждый год и не по разу мы повторяли одну и ту же фразу. Все меньше остается ветеранов, все труднее им выйти из дома. Потом в стране придумали акцию «Бессмертный полк», в которой мы, журналисты ТВИН, не могли принять участие, потому что были заняты съемками этого шествия. И мы решили, пусть то, что вы сейчас увидите, и будет наш, твиновский журналистский вклад в шествие «Бессмертного полка». И фотографии будут на памятниках. Смотрите, слушайте. Живые герои. Еще живые. Всегда живые. Потому что полк бессмертный. Но прежде чем мы начнем выстраивать нашу небольшую, но очень стройную колонну «Бессмертного полка», два слова о том, что практически в любом другом городе России мы не смогли бы так быстро, так точно и в таком количестве найти захоронения. Почему я делаю столь смелые заявления, будет понятно из нашего разговора с руководителем компании «Евросервис» Евгением Могулевцем. Евгений Анатольевич, с Днем Победы. Здравствуйте. Евгений Анатольевич, начиная с 2013 года, мы с вами постоянно говорим о проведенной тогда инвентаризации городских кладбищ. Мы говорили о том, что какой эффект может быть достигнут и уже достигнут благодаря системному учету городских захоронений. Примерно столько же времени мы говорим и о поисковой навигационной системе, системе поиска захоронений. Сегодня мы можем, зная только фамилию человека и то, что он захоронен в Магнитогорске, точно определить, где находится его могила. А с помощью навигационной системы проложить маршрут следования к данной могиле. А что касается фронтовиков, ветеранов, к ним у меня и у моих коллег особенное трепетное отношение. Это такой наш конкретный вклад в то, чтобы никто, а в особенности ветераны, не был забыт. Одному из почетных гостей сегодня была Гордаша Бахрамовичу. Исполнилось 90 лет. Мы вас поздравляем с 90-летием. Расскажите, пожалуйста, во время войны, где вы встретили 9 мая? Я 9 мая встретил Югославию. Югославию, да? Югославию, Белгород. Вот. А в каких войсках вы воевали? Я в Украинском фронте был сначала. Кавалерист, конная армия наша, будьонный был наша команда, этот маршрут. И так завоевали, пошли мы в Югославию. Не в Берлин, а в Югославию пошли мы. 9 мая – это наша гордость. Мы большие дела делали. Победили, завоевали. Для наших детей, для наших народов. Валагардаша Бахрамовича не стало 5 июля 2016 года. Я не знаю, правильно ли я поступаю с точки зрения закона о воинских символах, но каждую найденную могилу мы будем обозначать георгиевской ленточкой. Для того, чтобы люди, которые проходят мимо, знали точно, здесь лежит победитель. В этот день я бы хотел вот о чем вас спросить. 66 лет – очень большой срок, целая человеческая жизнь прошла. Скажите, как-то меняется восприятие этого праздника? Ну, скажем, первая, десятая годовщина, 66-я годовщина. Какие-то эмоции по поводу этого праздника, они меняются со временем? Конечно, меняются. Очень меняются. Ну и каким образом? Вот, допустим, признаться, поскольку я человек очень небольшого значения, да, вот бывает, что удивляюсь, как так? У меня 84-й год заканчивается. Когда это? А сейчас ничего. Когда? Вот что-то, молодой человек, что-то... Да когда это случилось, да? И много вот сейчас спрашивают, все-таки об этом говорят, как служили, чего служили. Ну, допустим, ну как служили, вот взяли 17 лет и 14 дней, я уже стоял под ружьем, да? Да. И в то время каких? А в землянке на стене, ну, я говорю то, что это незначительно, но что я видел, меня удивляло, да? Можете, вы об этом, наверное, спрашиваете. Там написано, если, значит, самоволка на два часа, то считается дезертирство, карается расстрелом. Как? Кто? Нет. А вы только со школьной скамьи, да? Да. А тут вам такие предупреждения. Да, 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 да. Сам-то день победы вы где встретили? Вот тут, 9 мая 45-го. Что это было? В Ленинграде. Ленинград. Как было это событие? О, удивительное событие. Вот это какое-то торжество. Кажется, наверное, и земля цвела, а не только люди. Бравый солдат, Адищев Михаил Григорьевич, даже на погребальном фото в военной форме и с медалями, ушел из жизни 8 декабря 2011 года. Судя по всему, на этом захоронении очень давно никого не было, поэтому Георгиевскую ленточку привязываем как можно виднее. Не проходите мимо, здесь лежит победитель. В августе 45-го года СССР и Монголия объявляют войну Японии. Наряду с опытными военными, сражавшимися с немецкими оккупантами, против японцев бросают и необстрелянных мальчишек. И среди них только что отметивший 17-летие Илья Гарцев. По окончании школы снайперов в Красноуфимске его вместе с другими молодыми ребятами отправляют на Дальний Восток. Эшелон шел по ликующей советской земле, празднующей победу. Шел на войну. Прежде чем воевать, мы прошли большой путь. Вот это Монголию все прошли, хинганы все эти, безводно-сепи. У нас многие умирали без воды. Не было воды. Нам давали 700 грамм, фляжку дадут на 100 километров. Мы, в общем, по 100 километров шли, в сутки шли. Колодцы были отравлены, там вода была отравлена японцами. Вода? Да. Ну, как сказать, мы даже сами колодцы копали, по 50 метров глубиной копали, выкопаем. А там чуть-чуть вода идет. Я один раз пошел там, часовой стоит, стой, стрелять буду. Я говорю, дай-ка глоток воды. Он не дает, стрелять буду. Я говорю, на тебе махорки. А махорку давай, мне подчеркнул я там и напился. Пришел, после войны, когда пришел, кран открывал. Это золото не надо, это вода. Вот бы тогда золото дали, не взял бы, только вода бы. Илья Григорьевич Гарцев, аристократ военного дела, снайпер. Уж скольких врагов он уложил из своей винтовки. История умалчивает. Вечная память героя. И наша георгиевская лента. И наша память о героях. Анатолий Иванович Асанкин, к которому мы прямо сейчас идем в гости, замечательный человек. Он фронтовик. С 17 лет он участвовал в жесточайших сражениях не только на территории Советского Союза, но и в Румынии, Венгрии, Австрии. Он чуть не потерял руку. Но все, что он видел на войне, Анатолий Иванович помнит, как сейчас. Ему есть о чем рассказать нам. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Приятно видеть вас. С наступающим праздником. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо. Больше всего в Будапешт. Через реку Дунай. Там такие бои были. Там страшно, и пришлось отступать. Я не помню, как меня на чердак, на какой-то домик заташили. А потом я оказался под Веной где-то в госпитале. Вену-то быстро освободили. За семь дней. А в Берндорфе уже пехоты не было. У нас одна артиллерия была. Боеприпасов не было. В Венгрии добрый народ был. Встречали и все. А здесь, на Ладуге, в Карельском фронте, там 100 грамм сухарей на сутки. Больше ничего не было. Какой там сон. Там расшоты держатся за ствол орудия. И все. И прямо падает. Она еще сутками. По несколько суток нам сна нет. Какой сон. Восне только и снится война. Это вполне понятно. Только и снится, что бои, бои и все. Так что... Эх, это война. Анатолий Иванович Осанкин призван в ряды бессмертного полка 4 декабря 2014 года. А я вот, прямо вот эти последние дни, я летаю. Летаю. Хотя мне 84 года всего. Понимаешь? Я вот летаю. Такое у меня настроение, такой бодрость, такую ощущаю. Я понимаю, что это ведь день победы. Я закончил войну в Чехословакии. Не дошли мы 90 километров до Праги, когда 2 мая Берлин взяли, нас прожане подняли в восстание и нас бросили туда. Я на 3-м украинском, в 9-й воздушно-десантной армии служил. Нас, ну, машин не было. Нас на повозке, и мы ходом, 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 ходом туда. Вот. Ну, танковая армия, рыбалка вперед нас успела. И там вы встретили победу, да? Да. И, значит, нам официально, официально нам объявили, что война окончилась 10 мая. Митинг сделали, все. А до этого мы идем, ночью, круглые сутки шли. Навстречу машины идут со светом. Туши свет, туши. Какая там война окончилась. И вот нам 10-го только сказать, сколько радости было, ребята. Ой, сколько было радости. А просто мы на небеса уходим. Такой у нас десант наоборот. Генрих Акзамович Шилов. Он казался вечным, всегда бодрый, всегда подтянутый. Непременный участник всех парадов победы, всех торжеств 2-го августа. Одно слово. Десантник. Я хочу познакомить вас с фронтовиком Сергеем Николаевичем Литвином. На его долю выпали самые тяжелые испытания. В 41-м году он был захвачен в плен и 4 года провел в концлагерях. Сергей Николаевич, вот с момента победы прошло уже более 60 лет. И, наверное, сейчас очень мало что сохранилось в памяти. Наверное, очень много сейчас стерто из памяти. Как много сегодня вы помните? Я помню практически все. Все трудно, легкое, тяжелое, все помню. В лагере люди умирали очень. Много умирали. И вот один раз вечерком я в лагере мог передвигаться. И вот я подошел к одному бараку, там уже лежит куча умерших. Те все раздетые, там раздевают, одежки-то не привозят. А сверху лежит один еще не раздетый. Вот. Ну, я тут даже могу заплакать. Я посмотрел, и он сверху лежит. Слушай, браток, не раздевай, дай умереть одетым. Сергей Николаевич, как удалось выжить, не сломаться? Я вам скажу, что когда мы служили в Риге и на учениях, я посмотрел нашу технику, когда шли танки КВ, ИС, Клим Ворошилов и Осип Сталин, 50-тонные, никакие пантеры с ними не сравненные. И столько много это было, что я увидел эту силу, и всю войну я верил, что мы не проиграем. Вот с этой мыслью это заставляло меня как-то служить. Я верил, что мы победим. Для тех, кто смотрит наш репортаж, не с самого начала объясню. Благодаря поисковой системе компании Евросервис мы нашли захоронение всех участников наших репортажей телекомпании ТВИН, посвященных Дню Победы. Сергей Николаевич Литвин ушел из жизни 22 апреля 2018 года. На его долю выпало, пожалуй, самое страшное испытание любой войны – плен. Не просто выжил, но и вернулся в строй. Среди участников парада Иван Леонтьевич Попик – настоящий танкист, фронтовик. В 1942-м он добровольцем, 17-летним мальчишкой, отправился на фронт. 9 мая 1945-го Иван Леонтьевич встретил в Омске. В этот день он получил танк Т-34 и был отправлен на новенькой машине на японский фронт. Он – обладатель медали «За отвагу» и кавалер Ордена Красной Звезды. Иван Леонтьевич говорит – это награды за любовь к родине и патриотизм. Патриотизма сейчас вообще отсутствует. Раньше я говорил, что девчонки уходили добровольцем, скрывали, что они женщины. Вот, даже так вот. И потом разоблачали их. Иван Леонтьевич чудом выжил после осколочного ранения размером 18 на 24 сантиметра. Эти осколки до сих пор в его теле. Ветеран шутит – жить не мешают, привык. Мы поздравляем вас с Днём Победы. Спасибо. Здоровья вам. Спасибо. Смотрите долго. Вот это здоровье, если бы вы дали. Больше ничего не надо. Танкист Иван Леонтьевич Попик ушёл от нас 20 июня 2018 года. Он знал, что такое легендарный Т-34 изнутри. Именно на нём он громил врага. Нынешнего поколения Великая Отечественная война, которая предстаёт с кино и телеэкранов, очень часто напоминает эдакий захватывающий боевик. К большому счастью ещё есть люди, у которых можно узнать, как же было на самом деле. Так ли это было всё залихватски, так ли это было всё просто. Николай Михайлович, в каком году вас призвали на войну? В 1942 году. В 1942 году. Да. И какой вам запомнилась эта война? Может быть, был какой-то случай, который перевернул ваше представление о жизни? Может быть, это была первая встреча с боями? Ну, первые бои – это под Москвой, когда противник превосходил нас во всём. Танков у нас почти не видно было, очень мало, а у них большое преимущество было. В этом они имели успех. И когда только уже появилась наша техника, тогда мы пошли в наступление. И мой путь от Москвы, Варшавы, Берлин, в Праге я закончил. А первый бой свой помните? Да. Как это было? Ну, как было? Сначала нас обстреляли. Артподготовка была. Но неудачно. Много нас сохранилось. Пошли в атаку, отодвинули их. Друзей, близких друзей терять доводилось на войне? Ну, конечно. Это, вот это самое страшное. Сейчас только пообедали или позавтракали в бой, и уже нет. Люди тают, как снег. Вот это, пожалуй, самое страшное. Денисов Николай Михайлович в бессмертном полку с 20 августа 2015 года. Вот он победитель при всех регалиях. Дмитрий Игнатьевич Дропеха был в числе таких мальчишек. Он попал на фронт в 17 лет. Больше некого призывать были. Я уже сам молодой оставался, 17 лет исполнен с нас. И то добровольцами мы пошли. Отец ушел, по ранению возвращался, я его встретил. Здесь в магнитке с поезда снял. Пришел, привез домой. И говорю отцу, ну что, пап, теперь, наверное, мне идти надо. Он говорит, конечно, идти надо. Кто же будет на фронт? Кто же будет защищать? Дмитрия Игнатьевича отправили на Северный флот. Он был связистом береговой обороны, охранявшей от врага морские подходы к Мурманску. Наши маятогорцы, бригады туда ездят, на север. Там есть такая долина смерти, называют ее. Где надо было пройти или нам долину смерти, чтобы на основную дорогу выйти. Или немцам, чтобы отбить нас оттуда. Так вот, несколько раз они, как дойдут до середины этой долины, понимаете, положат отступить, то ли другая сторона. Так что там положили столько людей, ужас только один. Тяжело вспоминать ее, очень тяжело вспоминать. В 2012 году Дмитрий Игнатьевич Дропека был героем нашего специального репортажа, посвященного Дню Победы. 24 января 2019 года его не стало. Дома в кругу семьи встречает 9 мая пулеметчик Иван Лазаревич Афанасьев. Дает знать о себе старые раны. Служил он на Белорусском фронте. Иван Лазаревич награжден Орденом Славы за то, что в одном из локальных боев длительное время сдерживал яростные атаки противника. Там он и получил свое первое ранение. С первого дня войны и до самого Дня Победы. Каждые военные сутки, как сейчас, перед глазами ветерана. И обо всем этом хочется рассказать, чтобы знали и помнили. Когда я отбивал, значит, ну немцы все, там побили, там не один я, там волно было. Ну, меня вот и наградили. Я не знал. Поранили меня. Как раз немец бросил гранату, видать, сбоку. И меня ранило в голову. Ну, я упал, а там наши пошли вперед, там. Вот. Ну, вот это... А это кто? Ну, я и не знал, что меня наградили. Что? Кто там награду нужен? Там жизнь нужна была. Не дай, не дай Бог. И вам здоровья хорошее. 29 ноября 2015 года ряды бессмертного полка пополнились бравым пулеметчиком. Иван Лазаревич Афанасьев, один из немногих магнитогорцев, кавалер Ордена Славы. Делегацию поздравляющих уже ожидает и участник Курской битвы Иван Ефимович Переверзев. Он ушел на фронт мальчишкой и сразу попал в кровавую курскую мясорубку. Он вспоминает, это был настоящий ад, где все смешалось. Внизу танки, вверху самолеты, посредине рвались снаряды. И забыть бы все это, да память беспощадна. Как сейчас перед глазами, говорит ветеран, тот зверский убитый фашистами старик из деревни, которую бойцам Красной Армии пришлось во время отступления оставить. Мы дали нам подкрепление, танков там штук пять-шесть дали, дали роту солдат. И вновь деревенька была отбита у немцев. Смотрим, этот старик убитый лежит. Это самое настоящие. Зверство, бородка, так же. Ну вот зачем он был нужен, да? Он же никому не нужен, да? Вот такое, понимаешь? О том, что фашистами могут стать и те, за кого во время войны лилась кровь и гибли миллионы людей, ветерану и в голову не приходило. И в глазах старика горестный вопрос. Такие привычные в контексте Великой Отечественной слова. Курская битва. Он знал, что это такое не понаслышке. И что такое лобовая танковая атака. Георгиевская лента. Чтобы видели и помнили. В доме ветеран проживает 130 человек. И практически четверть из них, те, кто застал, то страшное военное время. Конечно, большинство это труженики тыла. Но есть и те, кому пришлось воевать. Вот здесь вот находится Валентина Пантелеймоновна Мешкова. В 42-м году, 17-летней девчонкой, она попала на фронт. Про военные годы она вспоминать не любит. А вот День Победы, о Дне Победы всегда рассказывает с удовольствием. Валентина Пантелеймоновна, расскажите, помните, каким было 9 мая 45-го года? Ну, немножко помню, как нас встречали. Стол, я помню, стол был. На столе уже налиты были в стаканах вино, красное вино. И вот, вокруг этого стола девочки, девочки все взяли стаканы и выпили. Поздравили друг друга, обнимались, целовались. Конечно, без слез этого не было. Плакали. Валентина Пантелеймоновна Мешкова, 19 апреля 2018 года. Смотрят Парад Победы дома и супруги Зворыкины. Иван Михайлович Зворыкин, авиационный механик, пролетел со своим полком через всю Европу. Победу он встретил в Берлине. Иван Зворыкин уроженец Кизильского района. На фронт ушел добровольцем в 42-м. Полтора года проходил обучение в авиационном училище, освоил профессию механика. Ну и пошло-поехало. А вернее, полетело. Со своими боевыми товарищами-летчиками Зворыкин участвовал в освобождении Минска, Риги, Литвы, Польши. Ну а потом был и Берлин. А бомбили Берлин. Под нами, вот и стрипки, сверху у нас Боинги. Ил-16 и Туполевские. Это невиданные, вот как летят птицы, так и эти. Так самолет был на Берлин, был сосредоточен. И вот 2 мая 1945 года это был удар. Развалины Рейхстага были для советских воинов своего рода символом окончательного и бесповоротного падения фашизма. Целыми ротами, полками, батальонами бойцы приходили туда, чтобы собственными глазами увидеть развивающееся красное знамя. Они выжили, хотя это было почти невероятно. Они дошли. И были все вместе. Русские, белорусы, армяне, грузины. Все нации, объединившиеся против коричневой чумы. Особенно тепло вспоминает Иван Михайлович своих друзей, экипаж боевой машины, украинских летчиков. Замечательные люди. Вместе мы воевали, вместе служили с ними. Мы делились, посылки друг к другу посылали. Мы друг друга уважали. Вдруг у них такая заваруха. Я не знаю, как это, как допустили. Иван Михайлович Заварыкин воевал близко к небу, был авиамехаником. Может быть, и не особо героическая должность, но без авиамехаников, земных тружеников, сталинские соколы бы не взлетели. С удовольствием представляю вам участницу парада, труженицу тыла, Марию Никитичну Морозову. Мария Никитична, здравствуйте. С днём победы вас. Здравствуйте. Спасибо. Вот тем, что была у нас победа, её только пережить надо. Давайте я вас подожду. А рассказать не расскажешь. Я до сих пор её так же переношу и переживаю. Как это, да, я не могу спорить, а варить ничего про неё. Это всё в душе. Это всё в душе. Извините, можно, Аксидия, спасибо вам большое. Спасибо. Научилась косить, вязать и полоть, и молотить, всему, и жать. Всё научилась в детстве. Мария Никитична, сколько лет вам было, когда началась война? 13,5 было. И вы уже работали в колхозе? Да, пошла я работать, да, потом некому было. Всех забрали, остались мы 30-й, 29-й, 28-й год. Вот всё. Мария Никитична, спасибо вам огромное за ваш труд. С праздником вас. Спасибо и вам. Спасибо и вам. С праздником и вас передам всех. Поздравляю. Счастья всем вам. И дай Бог нам чистого неба. Знакомьтесь, ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич Текинеев. В 1942 году он стал участником знаменитой Сталинградской битвы. В истории человечества она признана самой кровопролитной. Потери обеих сторон составили свыше двух миллионов человек. Николай Николаевич, почему были такие большие потери? Мы стояли таким образом. Перед нас враг, сзади Волга. Отступать нам было некуда. Мы стояли насмерть. Прямо в прямом смысле. Немцы, конечно, им нужно было захватить эту территорию. И в пьяном виде лезли просто на пропалую. Мы стреляли до тех пор, пока уже даже ни одного патрона не оставалось. Тогда мы кирпичами, обломками отбивались. Вот до такой степени доходило. Трупов, конечно, там не пересчитать. Вы верили, что победа будет за нами? Не только верил. Я ускорял. Старался. Давайте, давайте. И когда уже последние города брали, мы не просто шли, а бежали. Скорее проскочить, чтобы противник не успел убежать в лес. Ну, с таким энтузиазмом это. Сражались, боролись. Мы даже забывали, что нас могут убить. Шли прямо на пропалую. Вы когда-нибудь пробовали рисовать под бомбежками и обстрелами? Не пробовали, потому что не видели бомбежек и обстрелов? А Николай Николаевич Тюкенеев не просто пробовал. У него еще и получалось. Причем где? В Сталинграде. Вечная память героев. Ветераны войны – самые почетные гости сегодняшнего большого праздника. К сожалению, в нашем городе их осталось очень мало, еще меньше тех, кто сегодня смог прийти на площадь. Война началась, как и всех, в первый день. И закончилась в госпитале, в госпитале закончилась уже в июле месяце. Вот эти все весь период, он был связан с фронтом. Радистом был, а потом командиром, взводом командиром роты и так далее. Ровно через год после участия в съемках нашей программы Федор Антонович Переладов встал в шеренге бессмертного полка. Еще один участник парада, труженик тыла, Давлетов Фаних Батыргоревич. Когда началась война, ему было 11 лет. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как вы встретили войну? Ну как? Хорошего ничего не было. Отца забрали, отец навернулся. Пришлось нам переживать все. Голод и холод, как говорится. А детстве нищем было. Что остался у родителей, то таскали уже. Вот так жили. А работа тяжелая, наверное, была. Хоть и дети работали. Ну а как же вы? Зимой кормы возили, лесозаготовка нас посылали. Труженик тыла, Фаних Батыргоревич Давлетов, умер 15 марта 2019 года. Эти кадры и эту мелодию мы обязательно увидим и услышим в День Победы. А вот почему Антонина Петровна словно икону держит в руках диск с этим фильмом на все времена, узнаем чуть раньше, но пока обо всем по порядку. К нашему визиту уже все готово. На столе разложены документальные свидетельства той большой войны, на которую Тоня попала совсем девчонкой. В 42-м ей едва стукнуло 20. Тогда Тони дремучим старцем казался 30-летний командир истребительного авиаполка, ставший впоследствии дважды героем Советского Союза. Не без помощи виновницы торжества в обязанности Антонины Губенко входило снаряжение и обслуживание самолетных пушек и пулеметов. Задача хоть и простецкая, но архиответственная. Неправильно вставленный в ленту патрон заклинило пушку. Безоружный самолет становится просто летающей мишенью. Раньше, когда все были моложе, рассказывает героиня, они часто собирались на День Победы. Полк действительно легендарный. Гвардейский ордена Богдана Хмельницкого. Только комполка, только на своем истребителе с наряженным Тони сбил 41 фашистский самолет. Сегодня из 20 девчонок службы наземного технического обслуживания осталась только Тоня. Она знает, кто и кому говорил, что сегодня в бой идут одни старики. Это все про наш 5-й гвардейский полк. В Кузнещик это был Попков, там Глинкин тоже был. В общем, короче говоря, это про наш. Когда полетели на здание, полетели одни пожилые, ну как пожилые, ну 22 года, 23 года, 24, вот такие старики. А пришли к нам полк очень молодые летчики. Их в бой не брали. А вот это захоронение мы искали и нашли с особым чувством. Объясню, почему. Летчики, а вместе с ними иноземные технические службы, авиационные, не любят слово последнее, предпочитая слово крайней. Так вот, с Антониной Петровной Губенко последний раз мы встречались в рамках нашего Твиновского проекта «Ромео Тоня. Истребитель». Когда благодаря неравнодушным людям нам удалось организовать телемост между исполнителем роли «Ромео» в фильме «В бой идут одни старики», узбекским актером Рустамом Сагдулаевым и настоящим авиационным техником 5-го гвардейского истребительного авиаполка Тоней Губенко. Тогда артист обещал приехать на ее столетие для того, чтобы вместе вспомнить и работу над фильмом, и боевые будни полка. Но, вы знаете, во всех фильмах про войну есть такое, когда главный герой начинает рассуждать, что он будет делать после победы. По сценарию его обязательно убьют. Не дожила Тоня до своего столетия, а так и не встретилась с «Ромео». Покойтесь с миром, Антонина Петровна. Евгень, то есть большинство найденных нами захоронений в очень приличном состоянии. Там прибрано, там чистенько и аккуратно. В общем-то, то, что и требовалось. А сейчас давайте расскажем зрителям, почему мы здесь находимся, и что здесь происходило буквально пару часов назад. Здесь происходило участие компании «Евросервис» в федеральном проекте «Дорога к обелиску». Мы в нем участвуем вместе с магнитогорскими поисковиками. Все эти захоронения до поры были неухоженными. Сегодня они выглядят вот так. И я знаю, Евгений Анатольевич, что 9 мая вы не ограничиваетесь, что очень и очень правильно. Еще раз, с праздником вас! С Днем Победы! С праздником! Никто не забыт, ничто не забыто.